Приятно наблюдать, как с каждым годом любимая линейка смартфонов становится все лучше. Мне уже посчастливилось походить с Moto G5, и вот внезапно – Moto G5 Plus. Хотя странно, как это еще Lenovo доверяет нам устройства для обзоров. Два года назад Костя разбил экран в каком-то из их устройств, я утопила водозащищенный Moto G, а Наташа максимально поиздевалась над X-Force, и в конце концов я поставила вмятину на металлической спинке Moto G5. Скрестили пальцы и надеемся, что с этим смартфоном ничего не случится. Из предыдущего обзора младшей модели G5 мы уже знаем, что в линейке произошел серьезный редизайн с заменой пластика на металл, но не везде. Здесь, как и в G5, убрали фирменное углубление с буквой М. Вместо него теперь чуть выпирающий отполированный логотип. Кстати, пальчик не цепляется за его края. Полностью избавиться от пластика все-таки не получилось. Из него сделана окантовка по периметру корпуса, верхняя и нижняя часть спинки. Крышка несъемная, поэтому про радости в виде сменных разноцветных панелей придется забыть. Фирменный огромный глазок камеры по-прежнему выпирает над корпусом. И если в G5 он как-то гармонично сливается с корпусом, если в Moto Z для него просто нет места из-за толщины смартфона, плюс там есть съемные крышки, которые выравнивают заднюю панель, то здесь это просто странное дизайнерское решение. Телефон не такой уж тонкий, вряд ли там не хватило бы места для камеры. В корзине для SIM-карт есть два посадочных места, плюс с обратной стороны можно примостить еще и карту памяти. Качелька регулировки громкости гладкая, а кнопку питания сделали рифленой. У обеих хороший глубокий ход, но есть и дребезжание. Уменьшение диагонали, если сравнивать с G4, пошло смартфону на пользу. Теперь он не выглядит громоздким, а управлять одной рукой намного удобнее. Даже такой лилипутской, как у меня. Lenovo отказывается использовать в смартфонах бюджетного и среднего сегмента USB Type-C, хотя у взрослой линейки Z этот порт есть уже второй год, так что снизу тут старый добрый microUSB. Не совсем понятно решение с динамиком на передней панели. Любое углубление в корпусе смартфона собирает пыль, а здесь динамик просто на дне колодца, откуда придется выковыривать грязь и пыль. 5,2 дюйма – идеальная диагональ. Смартфон большой, но все еще не лопата. И приятно, что разрешение здесь такое же идеальное – Full HD. Пожалуй, кроме широковатых рамок, к экрану практически невозможно придраться. Они сразу выдают, что перед нами все же не флагманский смартфон, а середнячок. Цвета могут показаться немного тусклыми для тех, кто привык к ядреному AMOLED. На самом же деле, матрица передает цвета и оттенки очень натурально. В настройках есть два цветовых режима, второй как раз для тех, кто любит цвета насыщеннее. Вся эта красота защищена стеклом Corning Gorilla Glass 3. Хотя с моими прямыми руками минимум пленочку, а лучше все-таки стеклышко наклеить. Ну и хотел отметить очень приятное олеофобное покрытие. Одна из самых прекрасных вещей в смартфонах Moto – это чистая операционная система Android. Ну, практически чистая – тот случай, когда фишки производителя добавляют кучу приятных мелочей. При этом никаких своих оболочек, левых программ и ненужного хлама. Знаменитый Active Display, фонарик встряхиванием, умная система уведомлений, смена камеры поворотом – все это есть в смартфоне и ждет, когда вы заметите и приятно удивитесь. К хорошему привыкаешь быстро, потом очень тяжело переходить на другую модель, в которой всех этих приятностей, к сожалению, нет. Особый кайф вызывает сканер отпечатков, который может быть по совместительству еще и кнопкой домой, назад и меню. Для этого в приложении Moto включаем режим навигации одной кнопкой и получаем удобный тачпад. Свайп влево – это назад, в правом меню быстрое нажатие – домой. И чем славятся смартфоны Moto – блокировать тоже можно с помощью сканера. Что приятно, при включении этого режима экранные кнопки пропадают. Фанаты Meizu – ваш ход, расскажите, что это уже давно есть. Если в младшей модели Moto G5 было 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной, то здесь 3 и 32 соответственно. Учитесь, стремитесь и делайте так же, уважаемые конкуренты. Стыдно экономить на памяти в смартфонах среднего ценового диапазона. Более того, в G5 Plus поставили удачный Snapdragon 625 – он уже отлично показал себя во многих смартфонах, включая Moto Z Play. В меру шустрый. Пожалуй, его так можно назвать. Не реактивный, но его производительности вполне достаточно для того, чтобы смартфон не залипал, всегда активно реагировал, а ускоритель Adreno 506 позволит играть на средних настройках графики вообще во все. И эта самоумеренность в производительности сказывается еще и на автономности. 3000 мАч батарейки и умеренный в аппетитах 625 дракон позволяют провести без зарядки весь день, а под вечер останется еще процентов 30 заряда. Если дела совсем плохи, берем турбочарджер и за час получаем заряженный смартфон. Анонс G5 Plus вызвал ажиотаж у любителей мобильной фотографии. Камера G5 Plus должна была соперничать с модулем Samsung S7. Должна была. Нет, на самом деле основная камера отличная, апертура f1.7 и быстрый автофокус творят чудеса. С балансом все хорошо, а резкости даже слишком много. Днем при хорошем освещении по детализации G5 Plus выигрывает у Moto Z Play. С такой апертурой получаются даже художественные кадры с небольшой глубиной резкости, так что любители снимать на смартфон останутся очень довольны. А вот в полутьме сенсор Z Play вырывается вперед. При одинаковых фотографиях Z Play с его худшей апертурой спокойно повышает ISO до 2000. При этом на фото остается приличная детализация. А вот G5 Plus гордо берет планку ISO 500, но с деталями приходится попрощаться. Еще для полного счастья не хватает оптической стабилизации, но есть цифровая и работает она удивительно хорошо. Можно снимать без смазывания при выдержке 1,3 секунды. Настройки не изменились, есть автоматический HDR-режим и даже профессиональный, где можно вручную выставить практически все – выдержку, диафрагму, ISO и баланс белого. При съемке видео можно выбрать несколько режимов. Есть поддержка 4К с 30 кадрами в секунду, Full HD с 30,60 и еще бонус в виде слоумо, но только в 720. Интересно, что цифровая стабилизация не будет работать в 4К и 60 кадровом режиме Full HD, так что самый предпочтительный вариант – обычный 1080 с 30 кадрами в секунду. Если задуматься, G5 Plus по конфигурации очень напоминает другой Moto – Moto Z Play. Он чуть меньше, но с таким же объемом памяти, чипом и разрешением. Да, в Z Play AMOLED матрица и модули. Здесь IPS, но по части съемки он обходит старшую модель. Вообще у Moto G5 Plus не так уже и много конкурентов, у каждого найдутся недостатки. У одного батарея слабее, у второго камера хуже, третий слишком китайский, а четвертый на слабеньком чипе. Здесь же достигнут баланс, которого не хватает многим смартфонам среднего ценового сегмента. Здесь хорошая автономность, отличная камера, он симпатичный, и вообще Hello Moto, они вот это вот… Все, конец обзора, я не буду переснимать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok